ТО «Беслан-Север» правила пожарной безопасности соблюдают строго-настрого, так как работают там с горючим материалом, сваркой, газом и многим другим. Здесь постоянно проводят инструктаж по правилам безопасности. Также им выдаются каски, выдаются спецодежды для орешков, для сварщиков. Были недавно, именно про время не скажу, возгорание прошло из-за печки, которая стояла в ангаре. Загорелась крыша от печки. В прошлом году горела сухая трава возле товарищества, дорожно-строительный трест СК. На предприятии говорят, что возгорание произошло не по их вине. Правила пожарной безопасности здесь стараются соблюдать. В прошлом году со стороны бензостроя произошло возгорание, и этот огонь при сильном ветре очень быстро распространялся, и ветер менялся в разные стороны. Огонь резко подошел к нашей территории и перекинулся на наше гаражное помещение. Стараемся каждый год проводить всякие противопожарные мероприятия. У нас специальные люди для этого есть. Проводим окоска мыша в придворовой зоне. В пожароопасный период под контролем чрезников находятся и промышленные зоны. Они, как правило, являются самыми пожароопасными. На производствах работают с легко воспоменяемыми и горючими веществами. Основная задача – не допустить даже малых возгораний. Убдительная просьба всех руководителей, предприятий, всех персоналов, тех, кто работает на подконтрольных объектах, на частных объектах, даже на государственных объектах, соблюдать правила пожарной безопасности. Ни в коем случае не производить отжиг даже внутри дворовых территорий, частных жилых домов. Это тоже запрещено правилами. Сжигание растительности, бытовых отходов и мусора запрещается на расстоянии менее 50 метров от любых сгораемых строений. Сначала пожароопасного периода. Честники обошли уже более 30 производств. Специалисты напоминают о правилах безопасности, вручают памятки. За 4 месяца в Петропавловске произошло 37 пожаров. Возгорание сухой растительности не зарегистрировано. Камила Карим, Шерния Зиманов, МТРК.